Баскетбольные сборные В матче КАИ начал уверенно отрываться вперед 5-0, но затем ближе к середине первой четверти девушкам из КФУ получилось сначала догнать своих соперниц, а затем и выйти вперед. Но концовка осталась за КАИ 11-15 перед первым перерывом. Во второй четверти обе команды шли бок о бок, не отпуская далеко в счете своего соперника. Но ближе к концу второй 10 минутки КФУ смогли все-таки уйти на большой перерыв с преимуществом в три очка. Во второй половине игры сборная КФУ была в роли догоняющих. Авиационный институт без особых проблем оторвался на 5-7 очков. Ход встреч удалось переломить только за 40 секунд до конца основного времени матча. На счете 56-56 авиационный институт начал часто фалить, после чего КФУ исполнял штрафные броски. Итог встречи 59-58 бронза у Казанского федерального университета. Во втором матче игрового дня мужская сборная КФУ в очередной раз за последние две недели встречались с Казанским технологическим колледжем. Первая половина игры прошла полностью под диктовку КФУ. Мечи залетали практически со всех позиций, тогда как у КТК не получалось реализовывать стопроцентные моменты. Первая четверть за КФУ 28-19, вторая 47-39. Во второй половине игры ситуация изменилась. У КФУ в атаке большой процент брака, а КТК наоборот забрасывали практически все. И смогли перед последним отрезком сравнять счет. В четвертой четверти игра шла на равных. Судьба бронзовых наград решилась только на последних секундах. Итоговый счет 77-72. Казанский технологический колледж и бронзовый призер чемпионата. А теперь поговорим о чемпионате более подробно. К нам в студию пришел главный тренер женской команды КФУ по баскетболу Вадим Данилов. Вадим, здравствуйте. Я начну с первого вопроса. Насколько тяжелым оказался матч за бронзовые награды с авиационным институтом? Он оказался крайне тяжелым. Во-первых, мы до этого проиграли матч в полуфинале с командой КТК. И, соответственно, наверное, немного перегорели из-за этого на матче с КАИ. Я рассчитывал, что мы сыграем гораздо лучше, чем мы сыграли на самом деле. И много сил оставили на эту игру. Чего не хватило в полуфинале в матче с КТК? Я думаю, нам не хватило сыгранности в первую очередь. Потому что многие девочки сейчас уже работают. Им удается совсем немного посещать тренировки. Поэтому нам, наверное, этого не хватило. А с какой из команд в сезоне было вообще труднее всего? Находиться, играть? Да я бы не сказал, что в сезоне прям игры какие-то были сложные. Мы на каждую игру ставим определенные цели. Стараемся их выполнить. Наверное, тяжелее всего играть с заведомо слабым соперником. Потому что настроить себя очень тяжело. А вообще, какую оценку можете дать сезону в целом? Мы должны были играть в финале. Поэтому мне кажется, что мы свою задачу не выполнили. Многих зрителей интересовало, что же за таинственное число 22, которое вы выкрикиваете со скамейки. Расскажите? Да, конечно. Это название определенной комбинации. Оно означает, что мы будем играть по всей площадке. Это прессинг. Определенная расстановка игроков. Какие планы у женской сборной дальше? Где вы планируете играть? Мы планируем, подаем заявку на Всероссийскую Лигу Белова, где пробуют свои силы все команды, лучшие команды студенческого баскетбола. Но в том году нам, к сожалению, не удалось поиграть из-за пандемии. Вот в этом году, надеюсь, все случится у нас. Надеемся на лучшее. Спасибо большое, Вадим. Очень было приятно с вами побеседовать. Всегда, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!